Шутки без бороды, но в погонах. Курсанты учебных заведений МВД России юморили на сцене ДК ЧГУ. Кто взял летний кубок Лиги особого статуса КВН «Подъем» и какие они, шутки особого статуса, расскажут мои коллеги. Шутки особого статуса и с особым взглядом из-под фуражки. Здесь даже названия команд недвусмысленно намекают на область, в которой специализируются команды. Московские ребята здесь по собственному желанию. У нижегородских смягчающие обстоятельства. Красноярских можно найти по хэштегу 02 и по нему же информацию про наркотики. Мы являемся сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Мы специализируемся по наркотикам. Очень актуально в КВН. А сейчас давайте представим. Бывший наркоторговец устроился работать продавцом-консультантом в гипермаркет. Псс, подсказать? Да, пожалуйста, пожалуйста, можно сказать. Чебоксары смеются над полицейским юмором пятый год. На юбилейный летний кубок приехали шутить шесть команд. Впервые на юморную волну настроились КВНщики Донецка. Мы уже играем этот сезон. Мы уже дошли, слава богу, до полуфинала. Будет в октябре. Сейчас летний кубок. Мы развлекаемся, веселимся. На одной волне с российской полицией. Обычная летняя донецкая ночь. Я с этим комаром никогда не усну. С юмором, иногда самой иронией, команды прошли визитку, разминку и стем. Боролись они не только за титул победителя, еще и за дополнительные баллы, которые прибавятся к результату следующей игры. В лиге подъем особая система, накопительная. Команды не вылетают до полуфинала. Самое главное сохранено, это смешно и актуально. Но еще и безопасно. На самом деле полицейский юмор, он интересен. Гораздо больше узнаешь о полиции, узнаешь о службе, узнаешь, что оказывается у полицейских те же самые проблемы, что и у обычных людей. Бытовые, семейные проблемы. Итак, давайте представим у полицейского дома. Артур, ты не мог как-нибудь поприличнее одеться? Мы вообще-то к моей маме на юбилей едем. Вика, ты будто не знаешь, где я работаю. Ну давай посмотрим. Это на работу. Эту дома носить. Может, что с этой? А эту на выборы одену. Главный трофей игры достался сразу двум командам. Большое будущее Ростовского юридического института МВД России и Алексей Сергеевич Омской юридической академии МВД России. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика.